Каким образом совершает самовек? У человека должно быть намерение в сердце сказать бисмилля. Затем помыть свои кисти. Это является желательным. Исключением является, если ты проснулся, поспав ночью. Тогда ты обязан помыть свои руки. Трижды. До того, как ты начнешь, засунешь свои руки в посуду. Затем наливаешь немножко водички в правую кисть. Набираешь в рот воду. И вдыхаешь воду носом. Полоскаешь рот. Выплевываешь эту воду. И высмаркиваешь воду из носа. И используя левую руку. Потом моешь лицо. Границы лица, начиная с того места, где в общем, или у всех людей начиная трости волосы. До нижней части подбородка. И от начала уха до другого уха. И при этом вытираешь свою бороду. Потом после этого моешь свою правую руку. Начиная с кончиков пальцев. И таким образом, чтобы твой локоть тоже был омыт. Недостаточно того, что мы помыли кисти в начале омывания. Потому что то являлось нежелательным. А здесь это является обязательным. Не надо свою верхнюю часть руки мыть. Начинает с правой руки. Потом моет левую руку. Все органы можно мыть один, два или три раза. Только голову протираешь один раз. Потом вытираешь голову и не моешь. Начинаешь с передней части головы. До затылка. Потом возвращаешься обратно. Потом два указательных пальца. Вводишь внутрь ушей. И потом вытираешь точно так же большим пальцем заднюю часть ушей. Затем моешь правую ногу. Сунна является между пальцами промывать места между пальцами бизинцем. Моешь ноги включительно щиколотки. Не надо мыть голени. И не надо протирать или мыть шею. Сначала правую ногу моешь, потом левую. Когда человек заканчивает совершение молитвы. Он говорит тот вид поминания, который пришел от пророка. Не надо заниматься излишеством, расточительством при использовании воды. После того, как совершить умовение, если хочет вытереть свои руки или органы, никакой проблемы в этом нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...